Универ-Ньюс приветствует всех, кто готов узнать о самых громких событиях Казанского федерального. С вами Аделя Шамилова. Сегодня вы узнаете. Ученые КФУ получат 30 миллионов рублей. Дмитрий Медведев дает старт новой пилотной программе. Казанский федеральный посетила делегация из Ирана. Маленькие почемучки закончили учебный год в детском университете набежной Челнинского института КФУ. Премьер-министр Российской Федерации поддержал деловой диалог с инновационным сообществом Казанского университета. С какими просьбами обратились к Дмитрию Медведеву молодые ученые, узнаете прямо сейчас. На площадке Казанского университета успешно завершилось заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по экономической модернизации и технологическому развитию России. Данное мероприятие посетили представители ответственных министерств и ведомств. Тема встречи затронула ближайшее будущее новейших проектов молодых ученых и востребованность на рынке труда. Я сегодня посетил разные образовательные учреждения. Здесь в Татарстане посетил сначала IT-лицей, где занимаются ребята, которые предметно интересуются новыми технологиями, которые, естественно, готовятся к научному будущему. К будущему познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Напомним, что эта тема полностью совпадает с основной целью визита главы правительства Российской Федерации и представителей ответственных ведомств в Татарстане. Тема была очень важная. Это студенческое предпринимательство. Как сделать так, чтобы в наших вузах талантливые молодые ребята могли создавать свой бизнес, могли делать его в каком-то смысле и в стенах родного университета, чтобы это не вызывало каких-то проблем с законодательством. И предложения, которые здесь звучали, и по нормативной базе упрощения, и по охранности индивидуальной собственности, и по привлечению бизнеса, как в каком формате это все сделать. То есть это уже практически, в общем-то, решение части вопроса, скажем так. В преддверии официальной части у премьер-министра Российской Федерации состоялся диалог с молодыми учеными КФУ. Как говорится, с глазу на глаз. На самом деле, я думаю, это правильное было решение создать крупный университет. Так, Ростан Роганович? Совершенно верно. Крупный именно классический университет, при том, что и раньше Казанский университет был большой, известный на всю страну. Но теперь он такого уже, можно считать, мирового уровня. Проекты, в которых принимают участие студенты, могут быть представлены на различных промышленных и инвестиционных выставках. Но, к сожалению, по большей части, такие поездки реализуют за счет участников. Вот если делается под эгидами номер науки, там практически бесплатно и для студентов, и для научных сотрудников. А если это промышленные выставки, то там аренда каждого квадратного метра достаточно дорого. И рассматривается это у нас, ну, не то, что не как целевое, а как не очень эффективное использование финансовых ресурсов разными проверяющими структурами. Понятно, да. Вот это справедливо. Значит, нужно все-таки договариваться с фирмами-работодателями, которые способны иногда такие расходы на себя принять. Но если это в чистом виде пока еще экспериментальная какая-то стадия, ну, или, в общем, пока нет, фирмы-партнерской, давайте подумаем, каким образом упростить оформление такого рода командировок. Естественно, на усмотрение ректората и ректора, потому что, опять же, нельзя весь бюджет университета на такие цели расходовать. Дмитрий Медведев подчеркнул, что позитивно оценивает накопленный университетом опыт и в поддержку младых инноваторов, заявил о необходимости реализации пилотной программы студенческого предпринимательства, на которую с бюджета будет выделено 30 миллионов рублей. Общая задача, конечно, чтобы эти инвестиции работали в интересах всего общества, чтобы результаты интеллектуального труда были доступны не только специалистам, но и превращались в экономически оправданные проекты, там, где это возможно, конечно. После проведения официального заседания президиума представители ответственных министерств не стали скрывать впечатления от увиденного. Вы знаете, я думаю, что мне повезло, и вот в те годы, когда я заканчивал школу здесь в Казани, и Казанский государственный тогда университет назывался, то как раз мне повезло оказаться в таких структурах, которые поддерживали подобного рода проекты. Федеральный университет, который был создан как федеральный в 2012 году, хотя имеющий огромную историю, он действительно один из передовых, и вот будет входить в ту самую пятерку пилотных проектов, пилотных вузов, прошу прощения, которые будут осуществлять эту задачу. Аделя Шамилова, Ленарда Влетьяров, Максим Матвеев, Алмаз Хазеев, Универньюз. Что не день, так очередной визит в Казанский федеральный. Кто стал гостями на этот раз, узнаете прямо сейчас. Казанский федеральный посетила делегация из Ирана. Встреча состоялась в голубом зале главного здания КФУ. Директор департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов рассказал гостям о структуре образования университета, затронул ряд образовательных проектов. Мы перед собой ставим в этом направлении, это воспитывать, готовить педагога, учителя для мира, который постоянно меняется. Не обошлось и без обсуждения возможностей сотрудничества. Так планируется создать совместную дорожную карту, развивать программу по обмену между студентами и преподавателями. Елизавета Евтифеева, Владислав Михневский, Универньюз. Казанский федеральный университет продолжает продвижение вверх. В рейтинге вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз и занятых в сфере финанса и экономика. 23 мая в рамках образовательной программы ЦИПР Центральной индустрии промышленности России в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел мастер-класс руководителя пресс-службы «Суперджоп» Ивана Кузнецова. Основной темой лекции стала карьера будущего и рейтинг востребованности специалистов в области IT-технологий, экономики и финансов за 2011 и 2016 год. Казанский федеральный университет продолжает продвижение вверх в рейтинге вузов России по уровню зарплат молодых специалистов. Это рейтинг финансово-экономических специальностей и в нем КФУ снова впервые оказался в десятке, свои позиции упрочив сразу на несколько пунктов. Стоит отметить, что Казанский федеральный университет находится на данный момент на восьмом месте. Всего список состоит из 20 позиций. Хотя подготовкой специалистов в области экономики занимаются порядком более 100 вузов России. Диана Шилова, Универньюз. На протяжении всего года маленькие ученые с удовольствием посещали лекции, различные экскурсии и мероприятия в детском университете КФУ. Время пришло ненадолго расстаться. Но, несмотря на это, заключительное занятие детишки провели с огромным энтузиазмом. Диана Шилова, Университет КФУ Могли пройти испытания не только на силу ловкости и выносливости, но и на сообразительность знаний тем прошедших занятий. После научного сабантуя самые смелые и выносливые команды были награждены сладкими призами. Также юные студенты поделились впечатлениями о занятиях в детском университете. Нам очень интересно, что там про дыры разные, что там может быть еще о галактике. Спасибо, что вот так все круто делали. Мне очень понравилось. Мне очень понравился ваш университет. Вообще очень весело, интересно. Мне понравилась лекция про планеты. Очень интересно. Вообще очень понравилась лекция на детском университете, потому что познавательно, увлекательно. Нам очень понравилось. Все интересно, весело, познавательно, незатейливо. И ребенок тоже в восторге. Ребенку больше всего запомнилась лекция про космос. И когда были экскурсии в различные лаборатории, там какие-то технические, видимо, я не знаю, ни в курсе не была, но ребенок в восторге обо всем этом рассказывал. Елизавета Евтифеева, Катерина Баденкова, Ренат Голиудинов, Невер Ньюс. Хотите узнавать обо всех событиях первыми? Тогда не переставайте следить за нами в социальных сетях. А сейчас мы завершаем наш выпуск. С вами была Аделя Шамилова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok